20 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 части 1 и часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурат Керимович Керимов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, на рассмотрении представлен законопроект, подготовленный правительством во исполнении указания президента Российской Федерации о внесении изменений в Налоговый кодекс в части установления ежегодной ставки сбора за пользование отдельными массовыми видами охотничьих ресурсов. В настоящее время добыча значительной части охотничьих ресурсов осуществляется без взимания платы за пользование такими ресурсами. Подобный подход не соответствует одному из основных принципов – платности пользования охотничьими ресурсами. Проект федерального закона устанавливает единые суммы сбора за охотничьи ресурсы, отнесенные к птицам и к массовым видам пуштышеводных. С целью стимулирования добычи волка, шакала, наносящих существенный вред сельскому хозяйству, за добычу данных видов охотничьих ресурсов, предлагается установить нулевую ставку сбора. Сбор будет выплачиваться вне зависимости от количества видов птиц и пуштых животных, разрешение на добычу которых выдано в течение года. С даты выплаты такого сбора также от количества таких разрешений. Это позволит увеличить совокупный доход ежегодных поступлений в региональный бюджет не менее чем на 1,94 миллиарда рублей. Полагаем, что эти указанные средства могут быть направлены на реализацию поручений президента, предусматривающего увеличение финансирования осуществления регионной полномочий в области охоты и пользования охотничьими ресурсами, в целях обеспечения эффективной деятельности не менее трех государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе, на территории которой имеется охотугодие. Комитетом Государственной Думы по бюджету и налоговым законопроектом поддерживают. Прошу поддержать. Спасибо, Мурат Кремович. Присаживайтесь. Садокладом выступает Владислав Матусевич Резник. Коллеги, мы примерно будем сегодня работать до 15 часов, если не завершим раньше. Примерно. Глубоко уважаемые коллеги, к сожалению, таким кратким, как по предыдущему выступлению, быть не смогу. Буду чуть дольше. Комитет по бюджету и налогам рассмотрел представленный законопроект, сформировал свою позицию. Прежде всего, комитет отмечает, что предлагаемый законопроектом порядок администрирования сборов за добычей массовых видов охотничьих животных практически не реализует. В рамках действующего сейчас понятия сбор за пользование объектами животного мира, отнесенным к охотничьим ресурсам, предлагается взимать, как уже существующий сбор, сбор за одно животное, добываемого в определенном субъекте Российской Федерации. Так и новый, проектируемый этим законом, сбор за неограниченное число, добытое в течение года массовых видов животных на всей территории России. Исходя из этого различия к определению объекта налогообложения, В законопроекте следует предусмотреть особенности порядка администрирования сбора за добычу массовых видов охотничьих животных, а фактически это право охоты в течение года. Это касается и порядка уплаты сбора, и места уплаты сбора, периода действия уплаченного сбора, возможностей зачета или возврата уплаченных сумм сбора, подтверждения фактов уплаты сбора и так далее. Вторым ключевым вопросом к законопроекту является отсутствие юридического механизма направления сборов за массовые виды на увеличение финансирования мероприятий по сохранению охотничьих животных и среды их обитания. В настоящее время сборы за пользование охотничьими ресурсами зачисляются в региональные бюджеты и используются по усмотрению властей региона. Сборы же за массовые виды будут использоваться в аналогичном порядке, и нет никаких гарантий, что они будут направлены на цели сохранения животного мира. Проектируемый Министерством природных ресурсов изменение бюджетный кодекс о зачислении сборов за массовые виды охотничьих животных в федеральный бюджет, в целях последующего перечисления в региональные бюджеты в виде субвенций на осуществление переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, во-первых, пока не внесены в Думу, чтобы их можно было оценить, а во-вторых, поставят еще больше вопросов по администрированию таких сборов. Также комитет полагает необходимым при дальнейшей доработке законопроекта рассмотреть вопрос о наделении субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению ставок сбора по отдельным видам охотничьих ресурсов. Учитывая изложенное, комитет соглашается поддержать законопроект в первом чтении при условии его, как бы сказать, значительнейшей переработки по высказанным замечаниям до второго чтения. Спасибо, коллеги. Спасибо, Владислав Матвич. Коллеги, будут ли вопросы? Есть вопросы? Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Останин и Нина Александровна, пожалуйста. Спасибо. Вопрос к Мураду Керимовичу. Уважаемый Мурад Керимович, скажите, пожалуйста, из зоны действия этого закона выведены сейчас коренные малочисленные народности, для которых охота является, собственно, единственным источником существования? Это первое. И второе. Ну, массовые виды пушных зверей. И здесь всё это унифицированное, что называется, 600 рублей. Но ведь здесь есть и ценные породы пушных зверей, предположим, там, песец, горносталь. Поэтому хотелось бы понимать, а чем руководствовались, определяя вот такие нормативы? Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Касаемо первого вопроса по малочисленным народам. Они не являются предметом регулирования, они охотятся бесплатно. На них эта норма не распространяется. Касаемо пушных животных массового вида, сейчас никто ни за что не платит. Субъекты эту инициативу поддержали, поэтому мы, как массовые виды, поэтому их и включили. Спасибо, коллеги. Будут ли желающие выступить? Нет. Законпроект ставится на голосование в первом чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимайте в первом чтении. Спасибо. Поведению Морозов Олег Викторович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, в соответствии с поручением председателя Государственной Думы, Комитет по контролю вносит сегодня в проект порядка работы проект постановления о приглашении на палату в соответствии со статьёй 38 регламента министра экономики Решитникова и руководителя Федеральной антимонопольной службы Шаскольского. Этот проект постановления уже размещен в нашей информационной базе, в том числе в базе, которая доступна в зале. Поэтому прошу проголосовать о включении этого проекта в постановление в повестку дня, и я потом буду готов его доложить тогда, когда вы мне предоставите слово. Хорошо. Но речь идёт о 10 числе, правильно? Да, на 10 число. Спасибо. Коллеги, ставьте на голосование. Кто за то, чтобы дополнительно включить указанный проект постановления, сегодня в порядок работы Государственной Думы. Прошу проголосовать. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимайте решение единогласно. Спасибо.